Разнообразие видов спорта, которыми сегодня могут и хотят заниматься люди с ограниченными возможностями, ошеломляет. Они бегают не имея ног, плавают не имея рук. Приморские спортсмены с самыми различными заболеваниями и повреждениями сегодня с особым энтузиазмом играют в бочи. Краевой чемпионат по этому необычному виду спорта в этот раз принимал Владивосток. Это такой вид спорта, которым могут заниматься люди с самыми тяжелыми проблемами со здоровьем. Это люди с переломами шейного отдела позвоночника, тяжелой формой ДЦП, с ампутацией нижних конечностей. Это то, что на самом деле физически не тяжело, не трудно, но оно развивает координацию движения, навыки определенные, которые помогают в дальнейшей жизни таким людям. Бочи выглядит замысловато, однако играется довольно просто. Этот вид спорта похож на керлинг. Задача здесь – как можно точнее бросить свой мячик, чтобы он оказался самым близким к белому – контрольному шару. Бочи – официальный паралимпийский вид спорта. Им, конечно, занимаются и обычные люди, однако особой популярностью он обзавелся у людей с ограниченными возможностями. Во Владивостоке эта игра культивируется последние несколько лет. В 2013 году в приморской столице прошел первый краевой чемпионат среди инвалидов. У наших бочиистов, как их принято называть, есть даже опыт выступления на чемпионате России. Однако особенных заслуг оттуда приморцы еще не привозили. Но сами говорят, что это не главное. Куда важнее польза от такого, казалось бы, неподвижного вида спорта. Конечно, слабоваты еще у нас навыки, не такие большие, но, тем не менее, опыт ребята приобрели. И, конечно, отставать не нужно от наших западных коллег. Нужно тоже продвигаться. И вот эти соревнования, они как раз помогают ребятам быть более серьезными, относиться к этому виду спорта с профессиональной стороны. Ограничений для участников, тем более в паралимпийской дисциплине, нет никаких. Это, например, Светлана. Занимается уже долгое время и танцами на коляске, и теннисом, и бильярдом. В бочи тоже опыт немаленький. Однако дается эта игра Светлане нелегко. Есть цель подойти к своему мячу, а чужой выбить подальше. То есть, с такими пальцами, как бы, очень тяжелый мячик в руках, да, брать, держать. Ну, ничего, достигли много уже побед. Победители этого турнира – это уже потенциально сборная Приморья. Команда лучших вскоре сможет снова попробовать свои силы на чемпионате России и привести первый в истории медали во Владивосток. Анастасия Крикун, Максим Яковлев, Кирилл Корнилов. Новости спорта на Восьмом.